Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели, YouTube-зрители! Все программы у нас записываются, включая эту, и сегодня у нас день астрологии. Вот совсем недавно, дорогие друзья, провели мы программу с Андреем Бухариным. В скором времени вы увидите ее на YouTube, на Facebook. Ну а сейчас у нас программа тоже астрологическая. На связи у нас астрологи Василина Мецкевич, руководитель проекта «Основание» и ее эксперт тоже в этом же проекте «Основание» Дамир. Меня зовут Майкл Мелехов, я руководитель центра «Сангейтс», и мы находимся, и запись у нас ведется и на экранах, вы видите кое-кого, в центре «Сангейтс». Ну, приступим, друзья! Здравствуйте, Василина! Здравствуйте, Дамир! Здравствуйте! Так, значит, о чем пойдет речь? Ну, понятно, астрология это главный мотив, но внутри мы поговорим о какой-то такой необычном, о каком-то необычном, может быть, для многих подходе. Это персидская астрология. Ну и Дамир сейчас расскажет, он занимается исследованием, помимо того, что это, естественно, какое-то разделение отдел астрологии. Вот сейчас нам расскажет об этом, Дамир. Дамир, пожалуйста, тебе слово. Что это такое? Какие циклы? О чем вообще идет речь? Речь идет об авиастинском кальдаре, да, в случае. Ну, это можно назвать как раздел персидской астрологии. На самом деле это не только персидская, в том числе и как бы скифская получается, то есть относится к Евразии не только конкретному народу. Основан этот цикл на взаимоотношении Земли и Солнце. В общем-то, это Солнечный цикл, можно сказать. Год в этом кальдаре начинается с Весеннего равноденствия, то есть тогда, когда астрономический Новый год начинается. И в этом цикле 32 года, 32 знака. И, в общем-то, следующий год будет Гутвер Блюда. Он начнется, там, 20 марта 2017 года. Угу. Окей. Хорошо. У нас, по-моему, пропала Василина, нет? Что-то мне показалось. Похоже на Антон, да. Странно. Давайте мы попробуем сейчас ее опять пригласить. Ну, хорошо. Пока вот мы ее приглашаем. А почему, допустим, 32? 32 года или 32 знака, в отличие от 12? И в чем разница? Ну, если сравнивать разницу с Восточным календарем, то есть Китайский Восточный календарь, основанно на лунных циклах, там совершенно другая система получается. На сегодняшний день, почему 32 года, мне неизвестно. Я вышел на этот календарь через Павла Глобу. Ага. Ну, то есть он, первооткрыватель этого календаря. И я стал проверять, насколько этот календарь рабочий, он действительно оказался рабочим. И гораздо более многогранный, чем китайский. Тем более, что он более стабилен, он завязан на Солнце. Как бы, он более закономерен, как мне видится. Ага. И это означает, сейчас мы в каком знаке, получается? 32? Да. Какой-то другой знак, чем мы привыкли считать? Сейчас у нас идет пока код барсука. Окей. И что нам говорит барсук? Барсук говорит, что нужно накапливать средства, ресурсы, которые, в общем-то, будут использоваться во время верблюда. А накапливать средства? Средства какие? Каким угодно. Это финансовые, это много связи, может быть информация. Вот все, что угодно. Кто-то закрывает банки, кто-то собирает вокруг себя людей. Окей. Так что такое накапливать средства? Вот мы накапливаем средства для чего? И когда эти средства нам понадобятся? Они понадобятся нам в год верблюда как раз. Когда это будет? Потому что год верблюда начинается с 20 марта 2017 года. С этого момента эти все ресурсы могут нам сильно понадобиться. То есть, раз они нам могут понадобиться, это будет означать, что какие-то неблагоприятные события нам, в общем-то, какие-то грядут или как? Есть такая вероятность, да. Потому что год верблюда является аскетичным годом. То есть, он как бы рассчитан на выносливость людей. Но это как, когда собираются в большой поход люди. Вот они готовят сначала рюкзаки, провинцию, чтобы это все было легко. Ну, кто ходил в туристические походы, тот знает, о чем я говорю. Ну, мы все ходили когда-то. Ну, и, собственно, сам поход, это вот как будет верблюда. А сколько он длится? Это год же не календарный, 2017, 1 января, или не 23 марта. Сейчас Василина, надеюсь, нам появится. И мы тогда с ней побеседуем по этому поводу. Я здесь, но я очень хорошо вас слышу. Василина здесь. Ну, хорошо. Уже тогда приятно. Ну, а мы сами так, каждый так, о своем беседуем. Поэтому, что вам там? Мы о годах барсука, верблюда, а вы в основном о Кащея Бессмертном. Кстати, про Кащея Бессмертного. О чем идет речь? Кто такой Кащея Бессмертный, вообще-то говорят? Русские народные сказки? Не только сказки. А что? Это легенды. Это легенды славянские. Это славянские мифы, языческие. Так. Ну, поясните, поясните, как. Это понятно. Но мы сейчас говорим про астрологию? Да, все верно. А между прочим, славяне-язычники тоже праздновали Новый год от начала равнодетствия весеннего. По последним, так сказать, выдумкам у нас идет год по славянскому календарю, год крадущегося лица. Ну, это, скажем так, ярмарочный вариант славянского календаря на продажу, чтобы интересно было. Но на самом деле год с рисом, крадущимся совершенно не связан, он связан именно с энергией вот такого вот типичного героя русских сказок и русских мифов, точнее бессмертного. Это царь, который постоянно крал в свой дарьем женщин. В свой дарьем. И в русских сказках, русских мифах, мифах, мы знаем качей бессмертного как похитителя, там, Васильской Примудры, Гелеты Прекрасной. То есть его сила включалась именно вот в этих женщин. В дарьем он ее унесет, начинает что-то с этими женщинами делать, что пока неизмертно. Но он дарил у Кащей бессмертный. А сам же Кащей бессмертный был очень жадный и по слухам очень жадность. Он копил, копил богатство, но их не тратил. Он крал не только женщин, он крал еще и богатство. Вот, кстати, Дамир только что сказал о том, что надо накапливать средства, поскольку наступает год верблюда скоро. Я на Барсучила в этом году много по два банок с разными соленьями. Думаю, мне на год Кащея бессмертного хватит. То есть вот этот год вы называете годом Кащея бессмертного, правильно? Да, да, да. Будут проигрываться различные мистерии именно в славянском мире, связанные со всеми легендами и мифами о Кащея бессмертном. Люди, которые слишком долго пытаются держаться у власти, на них будет концентрация внимания. Конечно же, трон зашатается, потому что у любого бессмертного есть смерть на конце иглы. В конце иглы нужно опасаться шприца, ножей, режущего чего-то. Где-то эта мистерия проигрывается. Вы имеете в виду опасаться этим самым, которые скоро будут скидывать? Или вообще всем? Да. А именно им. Но смерть Кащеева там есть и на острове, вокруг острова море. Рассказывается в легенде о различных стихиях. И в конце концов игла в ницее. Острая игла может говорить об острых режущих предметах. Ой, интересно. Что царство? Само царство Кащея находится на синих ромах. Тоже очень интересная и цифра, и легенда, и холмы эти интересно было бы искать. Вот мы и попытались. И? Намер, может, рассказать. То есть вы нашли эти семь холмов? Да, да. У вас есть стеклянный горь. А есть ли какое-то соответствие, как вы считаете, допустим, да? Допустим, ну вот, семь недель, семь видимых планет на небе, семь чакр, допустим, энергетических тел. Есть ли здесь какое-то соответствие или нет? Ну, безусловно, есть, но всего мы знать не можем. Но для нас, для всех, для тех, особенно, кто астрологией не занимается, семья – это семья. Ну, то есть, муж, например, и семь живет в горельник. Привет, семья. Ну-ну. Гюль, читай. Да, понятно. Понятно. Вот, Гюль, читай, вы бы личико-то открыли? Народ-то… Да. А то, что, меня там смотрят. На самом деле, горемы у правителей есть. Ага. Вы имеете в виду… Ким Чен Хин тоже есть в горем. Вы имеете в виду у правителей, которые сейчас у власти? Да, да. Ким Чен Хин, Северная Корея. Подождите. А что так далеко вы пошли? Ну, у него, может, и есть. А как насчет наших правителей? Ваших, точнее, правителей? Что, и у нашего батьки, у вашего батьки тоже есть горем? Я не знаю. Понятно. Ну, хорошо. А, Дамир, так… Это слухи, а на нужные факты. Ясно. Дамир, так вот, Василина говорит, ты занимался исследованием, ну, вот этих холмов, что ли, да? То есть, где они находятся-то, эти холмы, и вообще, как Кощей Бессмертный укладывается в эти 32 знака? То, о чем говорит Василина, очень, ну, очень хорошо укладывается, на самом деле, в год верблюда, потому что все то, что описывает Василина, оно относится к верблюду однозначно. То есть, прям, ну, почитай один в один. Только по людям, которые родились в конкретные годы, и вот Гейтлер, например, родился в Горьем Круга. Это из таких негативных вариантов, конечно. Понятно. А есть ли какое-то соответствие, ну, вот в китайском, в китайской астрологии, в календаре, там тоже каждые 12 лет, да, правда? Но там, по-моему, да, 12 лет. Но там, там другие животные, скажем так. Хотя есть и мифологические, там дракон. Вот я, допустим, дракон, там я знаю. Там другие животные, да, есть некоторые совпадения, например, есть год петуха в обоих календарях, но в восточном календаре, ну, в китайском календаре год петуха, он такой достаточно мягкий, он больше делает акцент на справедливость. Вот, собственно, по восточному календарю, по китайскому, уже идет год петуха, вот. А в авистийском календаре год петуха более жесткий, более такой умненный. Ну, вот, например, события 2014 года на Украине как раз шли под годом петуха по авистийскому календарю. Хорошо, значит, получается, у нас сейчас год более-менее нормальный? Ну, относительно нормальный. Хорошо. Каковы качества? Тех, каковы к этому году, для тех будет нормальный. Для кого, еще раз? Для тех, кто подготовился. Ага, кто запасся, да? Да-да-да. А что еще надо запасать, кроме, да, и в какой форме, опять же? Мы запасаем чего? Ну, кто рубли, кто доллары, кто золото, у кого чего, да, правильно? Именно так. Да, надо ли запасать, скажем, еду, воду? Надо. Надо. Еду точно стоит. Консервы? Потому что могут быть неурожай, например, в этом году. Ага. А с чем это связано? Ну, вот верблюд, это же такое больше пустынное животное. Да. И поэтому предполагается, что он проходит в каких-то суровых, жестких условиях и питается достаточно малым количеством еды, а то и вообще колючками. Колючками. Ну, хорошо. Ну, вот мы беседовали с Василиной, она прогнозировала о том, что действительно этот год, да и не только Василий, на самом деле. Многие астрологи говорили, этот год может быть неуроженным в каком плане. А климатические погодные условия, они не такие уж благоприятные. То есть очень много прогнозируется, будет дождей, будут снегопады какие-то. И сейчас там есть какие-то просто совершенно дикие цифры называют, измеряемые не в инчах уже, а в футах у нас, на нашей территории. Василина, это так или нет? Вообще, Кащеев бессмертный оживал за счет воды. Его водой поливали или водой поили, и он оживал. То есть вот эта Кащеева сущность будет проявляться за счет воды. Поэтому, скорее всего, это огромность мегабарды, это наводнение. Так сухо. Как раз вот полкащают. Ну и верблюд в своих горбах, он жидкость там, не только питательные вещества, но и жидкость скапливает. И пьет очень много водой. Именно в этом году есть ли конкретные месяца, где это будет больше, где будет меньше? Ну вот, следующее затмение, августовское, с водой. Там стоит ожидать наводнение. Ну и мы знаем, что если в одном регионе наводнение, то в другом могут быть пожары. Там кислород горит, а там вместе с водой много него. И я могу сказать еще феврал. Я бы даже точку такую, абагейю бы назвала. Это 15 число уже скоро. И 15 апреля. У нас еще дата в октябре, но я не помню. 15 апреля Венера выходит из ретроградного положения и начинает свое прямое движение. Это правильно? С 4 марта по 15 апреля. Не могу сказать точно. По-моему, это не 15, а 15. Нет? Да. Если любая планета с точки разворота всегда дает какие-то цены. Раз Венера остановится 15 числа, значит дело серьезно. Да, но именно с 15 апреля вроде бы-то. Нет, с 15 апреля восстановится. Да, восстановится. Хорошо. Но вот как, еще раз, есть ли какие-то отличия между авистийским календарем персидским и тем, что современная, скажем так, как астрология, как трактует события, которые будут в этом году происходить? Потому что то, что мы сейчас обсуждаем, ну это, так сказать, какие-то общие такие данные. Есть ли что-то такое, ну конкретное, связанное с какими-то событиями геополитическими, может быть, да? Или просто конкретно политическими событиями? Ну мы знаем о том, что в Соединенных Штатах к власти пришел, будем, на трон. Вступил необычный президент Дональд Трамп. Будут ли здесь в этом плане какие-то, скажем, события, которые отразятся на всех нас? Неважно, на какой территории мы находимся. Ну вообще, одно время Советский Союз обвиняли в грантофилии, когда слишком уж пожилые люди находятся в власти. Помните такие времена, да? Ну еще как. Ну вот сейчас можно и Америку обвинять. Выбирают, к власти приходят, бабуси, дебуси. Вы знаете, несколько лет тому назад я смотрел такое шоу, оно называлось «Аппрэнтис». «Аппрэнтис» – это соревнование между командами. И вел это шоу Дональд Трамп. Я смотрел все программы с первой, там было много сезонов, но только последний я уже не смотрел, когда это уже было там, звезды там, это уже неинтересно было. Я вам хочу сказать, что я, смотря вот это, я зауважал Дональд Трампа, потому что он великолепно держался, он совершенно потрясающе ввел эти программы, было абсолютно четко, понятно и видно, что это действительно очень серьезный бизнесмен. и он, в общем-то, чем он прославился, будем так говорить, будучи бизнесменом, о том, что он построил очень и очень серьезные здания. То есть это реал-эстейт, это недвижимость, как мы знаем. И эти здания стоят, могут стоять века. То есть там действительно, при всей роскоши, при всем том, что удобство там находится, построено очень и очень и очень качественно все это дело. И это показатель достаточно серьезный. Вот он доказал, я вам хочу сказать, что он в 41 год стал миллиардером. 41 год, не миллионером, миллиардером. Это очень и очень серьезные вещи. Если вот эта способность создавать такие ценности серьезные, и это сейчас вот к тому, что он президент Соединенных Штатов, ну, по всей вероятности, это, ну, мне кажется, еще раз позитивно для всего мира. И в установлении отношений между странами, в данном случае речь идет Соединенных Штатов и Россия. Как вы думаете? Ну, вот все, что делается в эти годы, годы Кащея, годы Верблюда, все очень долгосрочное, очень прочные фундаменты. А то, что я хотела сказать о правительстве, так вот, в этом году должны отфильтроваться вот эти пожилые уже старые мразватики. Не побоюсь прогнозировать, что одним из них станет Джордж Буш. Станет кем? Ну, покинет нас, скажем так. Вы имеете в виду, который Буш, Джордж? Старше или младше? Который старше? Ну, старше ему уже за 90, по-моему. Ну, вот пора? Ну, всем пора, на самом деле, что делать. Это не так, скажем, ну, хорошо, время прошло, время новое, наступило. Вот. Так, что, да. Я думаю, Трамп, пусть Трамп это понимает. Трамп это понимает. Ну, хорошо. Ладно, а вот как насчет того, что какие-то новые веяния, вот сейчас развиваются у нас технологии разные. Как вы считаете, что-то новое откроется, что-то новое появится? В связи с кащием бессмертным, нет, это более такое долгосрочное. Спутниковая, спутниковая связь, спутниковая связь. Но, опять-таки, это не связано с годом Людмилы, с годом Каще. Это проекты, это долгосрочные перспективы. Ну, я хочу сказать, что вот ваше определение, Василина, год Кащея, ну, понятно, что по-китайскому там свои там животные, по-авестийскому, персидскому свои животные, но Кащея бессмертного это мистическое животное, как я понимаю. И вот вы первые, которые определили этот год, как год Кащея бессмертного. То есть тенденции вы уже как бы обрисовали. Но есть ли различия скажем в территориях, вот на разных территориях, ну, территория, в частности, Большого Советского Союза, допустим, будет ли изменение, будет ли какие-то серьезные, ну, вот мы говорим о наводнениях, допустим, так, о землетрясениях мы говорим. и скажем, на территории Северной Америки. Вот что-то может произойти. Вообще отдельно городами занимался надомир. Домир. Интересные информации. Но я могу сказать, что вот Тащель Беснец в России с Нижним Новгородом, а именно с той частью, где находятся Дятловы Горы, там Семь Холоп Италия, Венеция, вблизи Венеции что-то может произойти. Первое из Метри Сеяния. А в Америке в Калифорнии. Северная Калифорния. Северная. А Давле ты же какие-то города хотел там рассматривать. Рассматривал. Вообще с годом верблюда связаны территории пустынные и жаркие в основном. Вот. Поэтому могут играть вот эти территории, которые связаны в принципе с пустынями. Если например брать Северную Америку, то вот затрагивается граница с Мексикой. Сейчас то ли строится уже стена, то ли собирается строить там стену. Вот. То есть это в том числе все события в Сирии, которые на сегодняшний день происходят. Ну и вообще все события, которые связаны с пустынями, с пустынными территориями, это все будет затрагиваться так или иначе. Скорее всего. Вот. Если говорить про конкретные территории, то вот это касается Нижнего Новгорода, да. Я не могу сказать, что далеко как-то сильно затронет Нижнего Новгорода. Но вот по тем исследованиям, которые я проводил, именно в года Верблюда было несколько ситуаций достаточно сложных для Нижнего Новгорода. В какие-то годы выстаивал Нижний Новгород, в какие-то годы были сложности. Ну то есть как бы Верблюд проходился по Нижнему Новгороду и заносил большие изменения. если говорить про штаты, то вот например город Балтимор, его основание было в год Верблюда и возможно вот как-то затронется в этом году город Балтимор. Насколько я знаю, что даже центр города Балтимора там гора стоит Вернон или Вернон я не знаю как правильно Вернон или это гора похожа больно на гор Верблюда как мне рассказывал мой друг который там был. А что по поводу Калифорнии? По поводу Калифорнии я не могу ничего сказать я не знаю как характеристику той территории но если есть там пустынные места если вот юг Калифорнии он граничит наверное с Мексикой или Каратом ну там не совсем юг вообще-то говоря Сан-Диего в эти территории значит будут затрагиваться точно юго-запад ну вот сейчас Василина сказала про северные северную Калифорнию кстати в северной Калифорнии находится известная гора она называется гора Шаста которая является первой чакрой земли вот я все туда собираюсь подъехать все-таки относительно недалеко по сравнению с другими чакрами от того места где я проживаю так там далеко не пустыня вообще-то говоря там достаточно холодно Василий ну вообще котлер блюда это пустынные территории имеется ввиду не только жаркие это могут быть и арктические территории но все-таки больше уклон да все больше уклон на жаркие территории и в первую очередь незаселенные поэтому в этом плане вот про прохождение этого этого трубопровода нефтяного вот собираются тоже у Вас там где-то проводить тоже относятся к верблюду Трамп издал указ о том чтобы нефтепровод стали проводить там не помню на какой именно территории у Вас Вы знаете было это большая часть относится к Василине недавно была реплика в одной из программ по поводу последней точнее программы которую мы с Василиной провели совсем пару дней тому назад и просто вспомнилась вспомнился тот прогноз по нелегальным эмигрантам я почему опять же это вспоминаю потому что Трамп категорически будущий когда еще претендентом он говорил о том что он этим вопросом займется вплотную и выселит всех нелегальных эмигрантов ну начинается это с Мексикой конечно же но очень много людей которые мусульман которые находятся у нас соответственно в Соединенных Штатах нелегальных эмигрантов их не только их много но и много в Европе не будет ли тут случайно вот в свете этого каких-то комплектных ситуаций каких-то напряженностей Василина это к вам наверное вопрос но вообще в этом году следующее затмение августовское связано с защитой территории строительства стен так что у вас выгонят к этому моменту какую-то часть мигрантов в любом случае и на самом деле будут прямо вон в смысле строить стену но это будет происходить не только в Америке но и во всех странах все страны будут строить стены байницы разбить то есть во всех странах будут строиться великие великие эти самые стены китайские байницами вовнутрь но смотря на сколько финансироваться будут понятно понятно ну вот та стена о которой идет речь она уже как бы да скоро будет строиться стена плача мексиканцев которых будет выдворять отсюда нелегальных естественно иммигрантов а вообще-то говоря мексиканцы я вам хочу сказать что второе по скажем по по языку английский язык это же понятно в Соединенных Штатах но второй по счету это испанский язык потому что ну есть штаты которые состоят больше чем англоязычного населения там испаноязычное население у нас есть районы в Чикаго пригороды Чикаго где находится 80% испаноговорящих 80% района в котором проживает ну несколько десятков а то и сотен тысяч людей представляете да причем это совсем недалеко от нас на самом деле так что это действительно достаточно интересно необычно хорошо дорогие друзья дорогие астрологи мы сегодня ведем в этом формате и это мы будем продолжать буквально сегодня день астрологии давайте мы все таки ближе в наше время придем вот в этот февраль в котором мы находимся затмение у нас 11 числа 10 было полнолуние в конце января было новолуние сейчас у нас будет солнечное затмение ну вот давайте мы прогнозы вот именно до конца месяца сделаем что говорят астрологии по этому поводу я уже вот в прошлой передаче говорила может быть давлент что-то особенно я увидел в этом месте да давай давай мы с тобой первый раз беседуем это будет интересно с нашим радиослушателям это вознагрение будет затрагивать знак рыб в первую очередь кто затрагивает в России знак рыб знак рыб окей да то есть людей родившихся под знаком рыбы ну то есть примерно с 22 23 числа а для мира это будет сигналом завершения каких-то больших процессов то есть так как рыба это последний знак вот в гороскопе да в зодиаке вернее да поэтому это будет сигналом для завершения для подведения итогов для того чтобы уже окончательно что-то заложить заделать и закопать больше к этому не возвращаться еще там огромную кучу лет поэтому в принципе вот этот период от затмения солнечного февральского до затмения в августе он будет во многом как раз на это нацелен в людях в мире в то же время могут подниматься различные подводные камни в политике могут подниматься какие-то секретные информации то есть все что касается знака рыб вот кто более-менее знает